Я просто приклеена к своим стендам. Очень много народу, больше, чем я ожидала. Да, то есть это хороший знак. Покупок больше, чем я ожидала, по крайней мере, на первый день. Это уже очень хороший знак, потому что мы были готовы к меньшей реакции. Из-за кризиса, конечно. Да, учитывая. Да, да, да. А какие замечательные встречи уже были сегодня? Или какие-то замечательные встречи? Ну, конечно, уже все самые главные коллекционеры, они пришли с сегодняшнего утра, уже 12 штук-тости были, коллекционеры, журналисты, уже все. Всем поинтересовали, купили, взяли интервью, краски были и так далее. А что-нибудь интересное вы узнали сегодня? Что-нибудь интересное, такое, что раньше не знали? Вот именно парень. Что-нибудь слышали? Так я не могу сказать, что не отняли. Не, да. Ну, ладно, ничего. А какой-нибудь интересного человека встретили, которого раньше не встречали? Нет? Ну, мы встретили много новых коллекционеров, которые мы не знали раньше. Так я вам помогу сказать. Они что-нибудь сказали вам интересно? Конечно, да. Например. Они интересованы, что очень хорошее знание. Что-то говорит о том, что расширяются люди, которые интересуют, как факторы. Наши подачи, которые начальники. А чем ваш выбор был определен от художников, которые вы сейчас представляете? Ну, это художники, с которыми непосредственно, конечно, работают в галерее. И мы просто на каждый салон выбираем какие-то интересные, желательно, новые работы. Или те, которые между собой, чтобы было как-то ищение. Да. Единое целое. Да. Потому что 100 грамм, как можно ответить, чтобы не было. А вот англичанина, вот почему вы взяли. Я забыла его имя, я не знаю, знаешь. Да, 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 очень приятно. Кстати, галерея уже начала, уже после 2 года работать с иностранными художниками тоже. То есть у нас основное направление это музыки, с русской дивизии, так скажем. Да. Но мы начали тоже работать с иностранцами, что мне очень интересно, потому что здесь вот, вроде как-то диалог такой, как-то не бывает. Скажем, есть квесты, да, на 40 грамм, и у нас есть несколько художников, в том числе патрульного кистяка, в английский, который мы выставляли в ноябре, это очень большой патрульский галерея, и мы представили его работу, которая напечатана в блоге, в санкутском, на развороте, в WTH. Я не скажу об этом. А-а-а. И представляет эту модель, которая на английском. А-а-а. О, да-да-да-да-да-да-да-да. Да, это очень здорово, да. Конечно. А-а, мне хорошо. А, например, а как вот вы на него вышли? Я на него вышла через свой музей. Я была в гостях у Алисы Хазановой, дочкой Насты Хазановой. У неё фоктрет, сделанный этим художником, её фоктретом. И в этой же технике? Да. Когда я увидела, мне уже понравилась работа, я говорю, ты что? Он говорит, что у нас приятель, заходит художник. У него есть галерея во Франции? Пока нет. Дай мне его координат. Это чисто, как художник. Говорят, что это понравилось. А Дашу, как вы выбрали? Почему вы выбрали для Франции? Даша, Даша. А порой ты очень на себе съела. Спасибо. На настоящий? На настоящий. Сразу вижу. Тогда, может быть, я поближе? Поближе, поближе. Больше будет кара. Даша, меня познакомила Екатерина Лагашкина. Даша, меня познакомила. Дальше, я пригодную, когда Даша приезжала в Париж. И мне, как ты сказала, о её работе. Мы с ней пообщались, познакомились. Даша мне понесла там ещё тут фарфолию, вот такого, вот, говорили, где их как-то есть. И я решила её представить в Париж. У нас была объекта очень успешная. И сейчас мы продолжаем с Дашей как-то учить. И то, в Лондоне её уже выставляем, что он её... Продолжение следует...